Сейчас мы узнаем, кто из вас сможет дать 15 правильных ответов и выиграть 1 миллион виртуальных рублей. Все готовы? Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» 100 рублей и на экране появляется первый вопрос. Куда хомяк прячет добытую пищу? За счет. Правильно! Как называются чипсы, которые выпускает выпуск, которых организовал Алла Пулачу А.Б.? Отлично! Вы дали правильный ответ. Как говорят о человеке, который избирает трудной и грязной работы. Белоручка. Ваш ответ верный. Поздравляем вас! Что угадывают участники телеигры «Поле чудес»? Слова. Правильно! Переходим ко второму вопросу и на кону 200 рублей. Какое... Спасибо. Какое название имеет сатирический киножурнал? Фитиль. Удачный выбор. Правильно! Спасибо. Куда согласно песни Юрия Антонова так прекрасно возвращаться? Кхе-кхе. 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 Под крышу дома своего. Это верный ответ. Отличная работа. Что это я расчихался? Наверное, 4 миллиона выиграл. Кхе-кхе. Правда. Кхе-кхе. Это что это такое? Чем обозначается горнолыжная трасса для славы? Слышка. Это верный ответ. Отличная работа. Хорошо. Следующий вопрос стоимостью 300 рублей. Какое слово входит в название одного из орденов СССР? Орден СОМ. Отлично. Вы дали правильный ответ. После каждого правильного ответа. Могучий чих. Как называется известная комедия? Комедия. Эхи, Юрия Момина, одно в Париж. Ваш ответ верный. Поздравляем вас. Кто, если верить известной пословице, на безрыбье является рыбой? Эхи, рак. Отлично. Это правильный ответ. Что содержит сетчатка человеческого лаза, помимо палочек, колбочки? Отлично. Вы дали правильный ответ. Внимание. Все же никто не хочет покидать игру ни с чем. Четвертый вопрос и 500 рублей. Где впервые упоминается Москва? Вы это не сей. Это было не трудно. Правильно. Какой подарок я, я получил на день рождения от совы? Хвост. Великолепно. Вы дали правильный ответ. Фильм с каким названием можно найти в копилке советского кинематуры? Удачный выбор. Правильно. Каким словом заканчивается прозвище русского писателя Александра Островского? Колумб за москарь Валичья. Это было не трудно. Правильно. А теперь пятый вопрос. Если вы дадите правильный ответ, то первая несгораемая сумма в тысячу рублей будет вашей. Как называлась гранитная лыба, из которой изваяли постамент для медного всадника? Громко. Примите наши поздравления. Ваш ответ правильный. Какой пёс по верованиям древних греков сторожил в ход царства Аида Центра? Ваш ответ верный. Поздравляем вас. У чего из перечисленного есть двигатель? Аэросани. Примите наши поздравления. Ваш ответ правильный. Пищевое заставляет ядро для лёгкой атлетики из металла. Ваш ответ верный. Поздравляем вас. А теперь переходим к шестому вопросу. Он стоит у нас две тысячи рублей. Какая страна является родиной борьбы с умом? Индия, Япония, Швеция, Испания. Япония. Отлично! Это правильный ответ. Что запрещено игрокам в водное поло? Отнимать мяч. Плыть без мяча. Держать мяч рукой. Топить мяч. Я думаю, что топить мяч. А, плыть без мяча. Вы действительно хотите дать этот вариант ответа? Вопрос стоит две тысячи рублей. Я думаю, что плыть без мяча нельзя. Вы сделали неправильный выбор. Вы дали неправильный ответ. Но расстраиваться не стоит. Вы ничего не потеряли и покидаете игру с одной тысячей рублей. Топить, наверное, нельзя. Что не является твёрдым состоянием воды? Снег. Лёд. Град. Дождь. Ну, дождь. Удачный выбор. Правильно. На берегу какого моря происходило действие фильма «Белое солнце пустыни»? Каспийское. Азовское. Аральское. Мёртвое. Каспийское. Отлично. Вы дали правильный ответ. Следующий вопрос и четыре тысячи рублей. Если вы даёте неправильный ответ, то теряйте одну тысячу рублей. Думайте хорошенько, прежде чем дать ответ. Что во времена СССР выпускалось под маркой «Морозко»? Телевизоры, холодильники, газовые плиты, радиоприёмники. Холодильники. Это было нетрудно. Правильно. Кто вместе с Бракгаузом издавал известную российскую энциклопедию? Дидро. Даль. Ларус. Эфрон. Эфрон. Ничего не скажешь. Верно? Сколько экспедиций к берегам Нового Света совершил Христофор Колумб? Одну, две, три, четыре. Пятьдесят на пятьдесят. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите два неправильных ответа. Одну. Что, четыре? Так не печально, но вы неверно ответили на вопрос. Блин! Вы неправильно ответили на вопрос. Но вам всё-таки удалось добраться до первой несгораемой суммы. Её вы и забираете. Хорошо, два игрока осталось. Вы отлично играете, у вас уже есть четыре тысячи рублей, и вы можете заработать ещё четыре, ответив на следующий вопрос. Как в торговле называлась мера счёта, равная двенадцати дюжинам? Биг, кросс, прута, макси. Будьте внимательны, когда нажимаете на кнопки. МИХ Это неправильный ответ. Вам не повезло. Таилла. Вы могли бы заработать восемь тысяч рублей, но, к сожалению, вопрос оказался для вас слишком сложным. В этой игре вы заработали тысячу рублей. Один игру. Что измеряется в микронах? Длина, масса, объём, площадь. Длина. Ваш ответ верный. Поздравляем вас. Вы хорошо играете, но будьте внимательны. При неправильном ответе на следующий вопрос вы потеряете семь тысяч рублей. Итак, девятый вопрос. Если вы даёте правильный ответ, то ваш результат удвоится до шестнадцати тысяч рублей. ЛЕЕСЛИ Кого из швейцарцев во всём мире называют тюрихскими гномами? Кондитеров, ювелиров, банкиров, писателей. ПИЦЯТ НА ПИЦЯТ Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите два неправильных ответа. Значит, банкиров. Ничего не скажешь. Верно. Сейчас мы всего в шести шагах от одного миллиона рублей. Внимание. Десятый вопрос и тридцать две тысячи рублей. Какое из этих растений относится к роду фикус? Инжир, банан, хурма, слива. ЗВОНОК ДРУГУ Вы решили воспользоваться подсказкой «ЗВОНОК ДРУГУ». Пожалуйста, назовите того, кому будете звонить. Я напоминаю вам, что совсем не обязательно соглашаться с ответом вашего друга. Мы в курсе. Григорий, врач. Я с уверенностью могу сказать, что правильный ответ «А». Да. Вариант «А». Хорошо. А так «А». Замечательно. Ваш ответ правильный. Что бы ни случилось, у вас уже есть 32 тысячи рублей. А мы продолжаем игру. Следующий вопрос удвоит заработанную вами сумму. Где был построен Таврический дворец для князя Потемкина? В Москве? В Петербурге? В Ялте? В Одессе? Таврический. В Ялте. Это неверный ответ. Неудачная попытка. Таврический. Вы хорошо играли. Правильно ответили на 10 вопросов. Таким образом, ваш выигрыш составил 32 тысячи рублей. Наверное, в Одессе. Посмотрите, как вы сыграли. Нажмите «Следующий», что вы увидите все результаты. Короче, пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok